Я знаю, что сейчас во многих церквях модно говорить, что люди могут достичь Бога разными способами. Это противоречит Слову Божьему. Христианская вера не была основана на христианской этике. Она не была основана на своде правил. Христианская вера не была основана на определенных догмах. Христианская вера не была основана на церковной традиции. Основа нашей веры – Иисус и только Иисус. «Любое здание хорошо ровно настолько, насколько хорош его фундамент». Я повторю, «любое здание хорошо ровно настолько, насколько хорош его фундамент». Каким бы красивым ни было здание, каким бы привлекательным и каким бы впечатляющим оно ни выглядело, каким бы внушительным ни было это сооружение, беспрочного и непоколебимого фундамента, это здание будет не только бесполезно, но и опасно. И точно так же. Это работает и в духовной сфере. В вечном царстве, в постоянном и неизменном царстве, царстве невидимого. Это работает точно так же. Любой, кто думает, что может попасть на небеса, на любом другом основании, кроме пролитой крови Иисуса Христа на кресте, не только совершает глупую ошибку, но и уподобляется прекрасным зданиям, построенным на картоне. Потому что единственное основание, которое сможет выдержать испытания судом, это основание Иисуса Христа и Его искупительной любви. Миллионы людей во всем мире, многие из которых смотрят нас прямо сейчас, думают, что смогут пробраться на небеса какими-то другими путями. Будь то религиозные ритуалы, благотворительность или всякого рода политическая идеология. Они строят глупые планы, полагая, что смогут проскочить в небеса, так сказать, контрабандой. И все же Слово Божие говорит нам через Павла, который обращается к коринфянам и к верующим в любом другом городе, где он бывал и где основал церковь, что есть только одно основание, и это основание Иисус Христос. Только вера в Иисуса Христа как единственного Спасителя, единственное прочное основание. Это единственное основание, на котором может быть построена ваша жизнь. И тогда вы можете быть уверены, что попадете в небеса. Давайте сейчас откроем первое послание к коринфянам, третью главу. С 10 стиха говорится, «Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель». Положил основание, ибо никто не может положить другого основания. Ни религия, ни ритуалы, ни определенный образ жизни, ни мораль и добродетели, ни усилия, ни связи вашей семьи, ни Папа Римский, ни епископ, ни священник, ни пастор не приведут вас на небеса. Но только один Иисус. Только Он один. Апостол Павел сказал, что нам нужно строить, только когда заложен правильный фундамент. Пожалуйста, услышьте меня сейчас, только Иисус. Когда вы строите на этом единственном основании, то здание, которое вы строите на протяжении всей жизни, определит не ваше спасение, а вашу награду, потому что спасение дается как дар благодати. И на протяжении всей серии проповедей здоровый образ жизни в больном мире. Мы видели, как апостол Павел пытается исправить огромное количество ошибок в церкви в Коринфе. Обратите внимание, Павел называет их братьями. Эти люди спасены, несмотря на то, что они перевели свой взгляд с правильного основания, то есть с Иисуса, и строили плохое здание. Здесь Павел говорит, если у вас есть правильное основание, вы должны строить на нем мудро. Каждый из нас должен строить мудро. Павел не раз повторяет. «Каждый смотри, как строит каждый». Это означает «каждый». Нравится нам это или нет, но каждый из нас строит. Мы строим свою жизнь. Каждый верующий в Иисуса Христа – строитель своей жизни. Каждый Божий день, каждое мгновение каждого дня. Нравится нам это или нет, мы строим. И если вы спросите любого строителя земных зданий, он или она скажут вам, что фундамент имеет первостепенное значение. Фундамент – самая важная часть постройки. Послушайте, я знаю, что сейчас во многих церквях модно говорить, что люди могут достичь Бога разными способами. Люди говорят, что разные религии приводят в одно и то же место, или что Иисус является основателем религии, как и все остальные основатели других религий. Это ложь, и это полностью противоречит Слову Божьему. Христианская вера не была основана на социальной работе. Христианская вера не была основана на христианской этике. Христианская вера не была основана на наборе правил. Христианская вера не была основана на определенных догмах. Христианская вера не была основана на церковных преданиях. Христианская вера не была основана на церковной иерархии. Она не была основана на Церкви Матери и Боге Отце, как утверждают некоторые. Нет и миллион раз нет. Основа нашей веры — это Иисус и только один Иисус. Еще раз посмотрим 11 стих. «Ибо никто, а никто, значит никто, не может положить с другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, и лишь только один Иисус Христос». В 1923 году Пресвятырианская Генеральная Ассамблея выпустила пять столпов веры. Уже в следующем году пришли либералы, или, как я люблю их называть, отступники. Они захватили Ассамблею и изменили эти пять столпов. Позвольте мне перечислить, какие столпы веры были обозначены в 1923 году. Безошибочность Писания. Если вы сомневаетесь в Писании, вы в итоге усомнитесь во всем. Это был столп веры номер один. Второй — непорочное зачатие. Третий — жертвенная смерть Христа на кресте, чтобы удовлетворить справедливость Отца, и это был единственный путь, чтобы примирить человека с Богом. Четвертый столп веры — это целесное воскресение Иисуса, Иисуса Христа нашего Господа. Пятый — сверхъестественная сила Божественного Иисуса Христа. В 1924-м либералы захватили эту деноминацию. В 1924-м году они полностью изменили эти пять столпов. Вот что они сказали о безошибочности Писания. Никто не может быть в этом уверен. По поводу непорочного зачатия, они сказали, что это всего лишь одна из теорий. О кресте Христа, как единственном способе удовлетворить справедливость Бога Отца, они говорили, что искупление — всего лишь теория. О целесном воскресении Иисуса они сказали, что оно не обязательно должно быть именно целесным. О сверхъестественной божественности Господа Иисуса Христа, они сказали, что в Своем земном служении Иисус совершал великие и могущественные дела. Они отрицали Его божественность и сверхъестественную природу. Любое основание, кроме христианского, рано или поздно рухнет. Рано или поздно они разрушат христианские институты, они разрушат христианские церкви, они разрушат служения, если те не будут прежде построены на прочном основании Господа Иисуса Христа. После того, как вы заложите правильный фундамент вашего здания, как сказал апостол Павел, вы строите. Это то, что мы с вами делаем каждый день нашей жизни. Это здание, которое вы строите, имеет жизненно важное значение. Слава Богу за всех нас, кто верит, что единственное основание – это Иисус. Но на этом нельзя останавливаться. Правильное основание приведет вас на небеса, и это дар, который Бог может вам предложить. И вы можете либо принять его, либо отвергнуть. Но правильное здание принесет вам награду. Я лично убежден, что это может принести вам награду как на земле, так и на небесах. Посмотрим 13 стих. А в нем говорится, почему то, что вы строите на основании, которым является Христос, имеет огромное значение для каждого человека. И не нужно говорить, «О, я бы хотел, чтобы здесь был такой-то». Ему точно нужно послушать эту проповедь. Нет, эта проповедь для тебя лично. Каждый из нас строит. В прошлой проповеди я говорил, что в церкви есть люди, которые тратят свою жизнь на пустяки, тогда как могут делать великие дела для Бога. Верующие, строящие свою жизнь на прочном основании, которым является Христос, должны испытывать себя регулярно. Я делаю это не только ежедневно, но иногда и несколько раз в день. Задайте себе вопрос, какое здание я построю в своей жизни? Какой материал я использую в строительстве своей жизни? Насколько усердно я строю свою жизнь? Какую архитектурную особенность я использую? Каким чертежам я следую? Какое здание я строю? Каждый из нас строит. Каждый из нас и стар, и млад. Независимо от того, шесть вам лет или шестьдесят, все мы строим. И Павел говорит, что мы можем использовать только два вида материала. У каждого вида есть подвиды. Но существует всего только два основных вида строительного материала. Первый вид включает золото, серебро и драгоценные камни. Второй вид строительного материала — это дерево, сено и солома. С того самого момента, как Иисус сказал, «Я строю свою церковь», были золотые верующие, и были деревянные верующие, были и верующие серебряники, и были верующие сенокостцы, были верующие из драгоценных камней, и были верующие, собирающие солому. Но послушайте, неужели Павел говорит здесь о богатых христианах и бедных христианах? Совсем нет. Говорит ли он о талантливых христианах в сравнении с не очень талантливыми христианами? Совсем нет. Говорит ли он об известных проповедниках или о тех, кто тихо и скромно трудится в Царстве Божьем? Конечно, нет. Уверяю вас, истинный проповедник — это не просто хороший оратор. Но я убежден, что есть люди, о которых вы никогда не слышали, которые будут очень близки к Иисусу. А все очень знаменитые проповедники окажутся так далеко, что вы даже не сможете их увидеть. Я абсолютно в этом убежден, потому что мы судим по внешнему виду, но только не Бог. Все дело в том, что эти типы материалов — это наш ответ на то, что даровал нам Бог. Эти типы материалов символизируют нашу верность Христу или ее отсутствие. Этот тип материалов говорит о том, трудимся ли мы для Царства Божьего, «Или же нет, возлюбленные, нас спасают не дела». Мы спасены только по благодати. Это единственная евангельская весть, которую вы услышите с этой кафедры. Но как только мы спасены, каждый из нас становится строителем духовного здания. Есть строители, которые, как Давид, сказали бы, «Я не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Это золото, это серебро, это драгоценный камень. А есть строители, которые говорят, «Иисус все заплатил, я ничего уже никому не должен». Это новая песня. Это дерево, это сено и это солома. Есть строители, которые проводят свое лучшее время в служении, пожертвованиях, молитвах, в бдениях. Это золото и серебро. Это драгоценные камни. Другие производят впечатление деловых, занятых работой, членов советов и комитетов, в то время как на самом деле они корыстны и еще удивляются, почему в их жизни все не так. Я не говорю, что они обязательно делают греховные поступки. Не поймите меня неправильно. Они не обязательно делают что-то плохое. Напротив, они могут делать много добрых дел. Но когда их труд перед Богом проверяется огнем, он сгорает дотла. Вот что говорит здесь Павел. «Заметь, Сэм, это не мои слова, а самого апостола. Они строят из неправильных мотивов, а значит, строят из дерева, сена и соломы». Послушайте, каждый проповедник, абсолютно каждый, включая и этого проповедника, который стоит перед вами, если он проповедует только ради одобрения людей, общества или культуры, то его слова — это дерево, сено и соломы. Если певец поет, чтобы заслужить похвалу людей, то это дерево, сено и соломы. Любой учитель Библии, который учит не во славу Божию, это дерево, сено и соломы. Но если их мотив — только слава Иисуса, тогда это золото, серебро и драгоценные камни. «Каждый верующий строитель». Вопрос в том, какой строительный материал использует этот конкретный человек. Какое сооружение вы возводите, какое здание вы строите, ведь каждый из нас и стар, и млад строит. Мы строим. Мы строим каждый день. Вопрос в том, выдержит ли ваш материал испытания на огнестойкость, на огнеупорность. Каждое здание, будь то коммерческое или жилое помещение, должно быть построено согласно своей спецификации, своему назначению. Я ведь прав? Строители. Я знаю, что в этом здании, других из зданий, в которых я участвовал, вы не получите свидетельство о заселении, если оно построено без соблюдения норм. Строительный инспектор не выдает справку о заселении. И возлюбленные. Иисус просит каждого, кто искуплен его драгоценной кровью, строить согласно установленному порядку. Он установил стандарты для своих искупленных, и он будет проверять каждое из наших духовных построек. Когда Иисус вернется, он проверит качество наших зданий. И Павел использует огонь как символ этого испытания. Выдержит ли здание вашей жизни испытание огнем? Посмотрим 14 и 15 стихи. «Верующие, спасенные благодатью, избегут вечного осуждения». В Библии очень ясно сказано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И здесь не может быть никаких «но» или «если». Однако каждый верующий предстанет перед Небесным судом, каждый из нас, и нас будут судить на основании того, как мы прожили свою жизнь. Некоторые попадут на небеса, едва уцепившись зубами. То есть исключительно по Божьей благодати. Некоторые попадут на небеса, пропитанные запахом гари. Вы помните, о чем я? От них будет нести дымом. Их вырвали из огня. Но если качество вашей работы — это золото, серебро и драгоценные камни, огонь только заставит вас сиять ярче, сделает вас более чистым. Он заставит вас сиять, как звезды. Ну и в заключение хотел бы вам прочитать кое-что. Объявление из британской газеты начала 20 века. «Требуются мужчины для опасного путешествия». Низкая заработная плата. Лютый холод. Долгие месяцы полной темноты и постоянной опасности. Безопасное. Возвращение сомнительно. В честь и признание только в случае успеха. Это объявление было подписано известным исследователем Арктики сэром Эрнестом Шеклтоном. Тысячи людей заявили, что хотят подать заявку. Я не смог не задаться вопросом, что бы произошло, если бы Иисус сегодня поместил в газету объявление следующего характера. «Требуются мужчины и женщины, мальчики и девочки для выполнения сложной задачи по построению моего царства». Вас часто будут неправильно понимать, даже те, кто вам дорог, кто близок, вы столкнетесь с постоянными атаками невидимого врага. Возможно, вы не увидите результатов своего труда. Ваша полная награда не будет получена, пока не будет завершена ваша работа. И далее следует подпись «Ваш Господин Иисус». Очень интересно, сколько же людей подадут заявку, говоря при этом, «Господь мой, я хочу строить столько из золота, серебра или драгоценных камней. Прости меня за то, что я использовал дрова, сено и солому». Я каюсь. «Господи, помоги мне строить правильно. Помоги мне». Редактор субтитров А.Семкин»